здравствуйте я александр это видео для тех кто хочет научиться или только начинает работать системой knx и в этом видео я покажу как создать новый проект в среде и т.с. 5 для этого после открытия программы во вкладке проекты необходимо нажать на кнопку новый проект после чего в всплывающем меню необходимо указать название проекта тип магистральной шины это шина которая будет объединять все главные линии нашего проекта по умолчанию установлен айпи тип knx шины могут объединяться через айпи сеть при помощи knx нет айпи роутеров или при помощи линейных соединителей knx tp будем использовать второй тип поскольку наша инсталляция будет небольшой и надежнее использовать именно такой тип соединения и питьев лучше использовать на больших объектах на объектах где инсталляция выполняется на несколько отдельных зданий на малых объектах например квартирах или в коттеджах наоборот лучше использовать т.п. тип поскольку это позволяет повысить надежность работы всей инсталляции и чем меньше число типов сред-передачи данных и количество различных шлюзов, тем выше будет отказоустойчивость системы. Флаг создать линию 1.1 можно не трогать, пусть в проекте у нас будет линия 1.1, которую будем использовать. Тип этой линии ТП мы его оставим, поскольку будет использоваться устройство, соединяемое между собой при помощи КНХ витой пары. Вообще стандарт КНХ описывает три среды передачи данных. Это ТП витая пара, ПЛ powerline, что означает передачу данных по силовой электросети 220 вольт, но на практике таких устройств никто и никогда не встречал. И RF Radio Frequency, радиочастотная передача сигналов, то есть когда устройство обменивается данными по беспроводной среде. И последний пункт в этом меню это стиль отображения группового адреса. Вообще групповый адрес системе КНХ это переменная, передающая значение той функции, которую она выполняет. Например, включить или выключить свет это функция, у которой возможно только два состояния, включить и выключить. Здесь нужно выбрать наиболее привычный для всех трехуровневый стиль отображения, поскольку такое отображение наиболее удобно и я рекомендую использовать именно его. После нажатия на кнопку создать проект мы попадаем в окно здания. Об окнах я расскажу в следующих уроках, а пока вернемся на вкладку ETS, где я скажу еще пару слов о свойствах проекта. Кликнув по названию проекта, справа появляется панель с данными проекта и открывается вкладка детали. В этой вкладке можно изменить название проекта, также указать номер проекта, если в компании ведется какая-либо нумерация проектов и можно указать номер договора с клиентом. Можно изменить дату начала проекта, по умолчанию устанавливается дата создания проекта и также можно установить дату окончания проекта. Это может быть полезно для инсталлятора, когда ему необходимо быстро вспомнить сроки окончания по гарантийным обязательствам, если вдруг от клиента поступило гарантийное обращение. Ниже можно указать статус проекта, в какой стадии находится проект в данный момент. В всплывающем списке доступны следующие статусы. Не определен, это просто отсутствие какого-либо конкретного статуса. Следующее, редактирование. Это означает, что проект еще в работе. Статус готовый проект. Он означает, что редактирование проекта завершено и можно заниматься пусконаладкой. Вот в эксплуатацию завершен. Это когда все устройства уже загружены прикладными программами, но еще не завершен процесс отладки. Статус протестированный. Такой статус можно установить, когда завершилась пусконаладочная работа и если работы уже сданы заказчику, то можно выставить статус принято. Статус заблокирован можно поставить, когда проект отправляется в архив и работа с ним не планируется в каком-либо обозримом будущем. Окно комментарий. В нем можно оставить комментарий о данном проекте. Например, с какими разделами управления осуществлялась работа в проекте. Можно записать освещение, желези и отопление, как пример. Но вся эта информация носит информационный характер и не влияет на какие-либо настройки. В верхней правой части окна у нас находятся поля установка пароля и ключа БЦУ. В поле пароль можно ввести пароль для проекта и в этом случае при попытке открытия проекта программа будет требовать ввести пароль. Пароль проекта необходим для поддержки шифрования KNX данных. Это такая новая возможность, которую ассоциация добавила в прошлом году. Сделано это для увеличения защищенности систем управления KNX и на сегодняшний день пока производители оборудования только начинают внедрять в свои устройства эту технологию и еще не все устройства ее поддерживают. В основном это линейные соединители, USB-шлюзы и IP-шлюзы. Те устройства, которые на сегодняшний день вполне себе поддерживают эту опцию. Поле БЦУ ключа. БЦУ ключ у нас предназначен для блокировки загрузки прикладных программ в устройство. Этот ключ вводится в шестнадцатеричном формате и может состоять из восьми цифр. Использовать его крайне не рекомендую, поскольку потеря данного ключа может иметь очень тяжелые последствия как для наладчика самого, так и для заказчика. Если БЦУ ключ записан в устройство и впоследствии утерян, а так происходит на многих проектах спустя некоторое время, то разблокировать устройство можно будет только отправив его производителю на завод, что абсолютно нерентабельно. Или еще возможен случай, когда наладчик, например, перестал заниматься инсталляциями и не передал ключ своему заказчику. Тогда это будет означать, что никто не сможет обслужить такой объект и заказчик окажется в безвыходном положении. Соответственно, так делать не стоит. Поле Кодировка. Она позволяет изменить символную кодировку. По умолчанию у нас установлена кодировка Windows System Language. Она является наиболее подходящей и менять ее не нужно. Большинство устройств будут отображать символы правильно, если они поддерживают выбранный язык в принципе. Здесь же можно изменить стиль отображения группового адреса, если при создании проекта выбрали неподходящий. Ниже идут настройки совместимости. Крыть расширенный диапазон групповых адресов для подключаемых модулей и использовать медленную коммуникацию с системной шиной. Их тоже можно наставить по умолчанию. В KNX и пока еще существует некоторое количество старых устройств на рынке оборудования, для работы с которыми необходимо переключать ETS 5 в режим совместимости. Такое переключение можно выполнить, кликнув по меню приложения в правом нижнем углу окна на вкладке ETS и во всплывающем окне в меню приложений установить флаг compatibility mode app. ETS запросит разрешение на выполнение перезапуска и после перезапуска начнет работать в режиме совместимости. Перейдем к вкладке защита Secure. Здесь можно выполнить добавление сертификата устройства, чью передачу данных нужно зашифровать. Делается это достаточно просто. Можно либо считать QR-код, который обычно прилагается к устройству при помощи встроенной в компьютер IP камеры, либо ввести ключ шифрования, приложенный к устройству заводам-изготовителям вручную. Также можно осуществить экспорт ключей как всех устройств в проекте, так и отдельно выбранных устройств. Следующая вкладка проектный журнал. Здесь мы можем ввести некоторый блок в процессе выполнения проекта и наладки, а также оставлять свои комментарии. Сейчас я добавлю комментарий о том, что мне нужно нести правки в разделе кондиционирования на сенсорных панелях. И также можно редактировать и удалять этот лог, распечатывать. Можно удалить все целиком. И последняя вкладка это файлы проекта. Сюда можно добавить любые файлы, которые используются при выполнении проекта. Например, проектную документацию. Это работает как добавление файлов в архив. Файлы потом можно экспортировать или удалять. Теперь вернемся на вкладку проекты. Тут еще у нас осталось две важных кнопки. Это экспорт и импорт проекта. Экспорт проекта необходим для переноса файла проекта на любые другие компьютеры или просто для того, чтобы сохранить проект. Вообще экспортировать проект необходимо периодически, на всякий случай в качестве бэкапа. Программа ETS при этом всегда хранит последние изменения. И даже если случилась какая-то серьезная ошибка, закрылось окно или компьютер перезагрузился в самый неподходящий момент, то после открытия проекта все изменения будут восстановлены автоматически. И последнее, о чем в этом уроке следует рассказать, это возврат к точке восстановления и архивирование проекта. В процессе работы с проектом ETS 5 создает точки восстановления, к которым можно потом вернуться при помощи данной опции. А для архивирования проекта нужно кликнуть правой кнопкой на проект и во всплывающем окне выбрать опцию отправить, а затем выбрать заархивировать. Этой опцией можно пользоваться, когда работа над проектом уже полностью завершена, а все работы сданы заказчику. В этом случае уже понятно, что конфигурация проекта потребуется нескоро, и чтобы проект не болтался в списке, его можно отправить в архив. Ну а на сегодня это все, до встречи на следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok